Добрый день, друзья! Сегодня с вами Александр Коваленко, а мы с кем-то знакомы на его, с кем-то познакомились в процессе просмотра моих роликов, которые я выставлял для мышц корпуса на природе с детьми. Мы с вами прошли 12 комплексов для мышц корпуса и еще немножко продолжим, и дальше поставлю упражнение для мышц туловища. Но разговор сегодня не об этом. Сегодня хотелось поговорить о диастазе. Вы спрашиваете, какие упражнения можно делать, как правильно исполнять упражнения, как правильно дыхание в этом случае делать и так далее. Хочется сказать, что диастаз – это не такая страшная уж форма, но бороться с ней надо. Надо приводить мышцы в норму. Значит, для тех, кто не знает, что такое диастаз, я напомню, что это прямые мышцы живота, есть поперечные, они просто расходятся. Вот в этом случае идет расширение прямых мышц. Значит, для тех, кто не в курсе, я покажу, это вот прямые мышцы наши, вот, когда в районе пупка идет расхождение прямых мышц. Вот этот диастазик, он может быть и ниже пупка, может быть и выше пупка, но без разницы, диастаз есть диастаз, и с ним надо бороться. Вот, что бы хотелось сказать, что можно диастаз проверить и в домашних условиях, кому позволяет прослойка жировая. То есть, два пальчика ставится в районе пупка и смотрим, прикасаются ли наши два пальчика прямым мышцам. Если пальчики проваливаются, значит, это уже звоночек. У тебя осталось, по-моему, там три стадии есть. Два сантиметра до семи сантиметров, вторая и третья до десяти. Ну, там уже хирургическое вмешательство, а все остальное исправляется или дома в домашних условиях, или же в зале. Значит, если кто не может проверить дома, всегда можно обратиться к семейному врачу, и с помощью УЗИ вы уже можете определить размер диастаза. Значит, обычно проявляется у женщин после родов, вот, им можно заниматься после двух месяцев, и желательно начинать с бандажей. Желательно начинать с бандажей или специальных спортивных ремней. Вот у меня такой есть один из них вариантов, вот, одевается просто, застегивается, все, и у вас район живота под присмотром, за счет бандажа. Почему? Чтобы не было выпячивания, выпячивания животика вперед, потому что там есть некоторые проблемы с этим. Могут появиться грыжа или же отдается в поясничный отдел. Ну, желательно с ней начинать. Если вы уже подготовленные люди, можно и без него. Но, я скажу так, что при диастазе все упражнения выполняются в статическом режиме. Хочу подчеркнуть, именно красные линии провести, статический режим. Когда мы делаем упражнения и замираем на какое-то время, пусть это будет 10 секунд, пусть это будет 30 секунд, пусть это будет минута. То есть, кто как подготовлен, неважно, начинать надо с малого и в статике. Динамика тока очень спокойна. Когда вы пойдете там какой-то этап, 3-4 недели, тогда потихонечку добавляется уже динамика в исполнении упражнений. Или же количество подхода повторений. Так, хорошо. С этим мы определились. Значит, мы с Арбиной вам покажем, как правильно исполнять, как правильно это все делать. Хотелось бы еще добавить, что все упражнения, выполняемые при диастазе, нельзя выполнять лицом вниз, чтобы не было направления живота к полу. Значит, туда могут входить планки, любые отжимания. Все, что связано лицом вниз, пока все это исключить. Все остальное потихонечку можно в спокойном режиме, как я говорил, все можно делать. Желаю вам здоровья, счастья, удачи. Сейчас мы с Арбиной вам покажем все это. Не забывайте писать или ставить лайки на этот ролик, чтобы я видел, что народ интересуется, что вам это интересно, чтобы я мог дальше продолжать. Мы с Арбиной можем дальше продолжить показывать упражнения. Пишите и главное вам здоровья. Всего хорошего. Сейчас мы с Арбиной вам покажем упражнение. Первое упражнение называется «Вакуум». Ничего сложного, простое упражнение. Я думаю, что это может сделать каждый. Можно делать в трех положениях. Когда мы стоим или сидя на коленочках и лежа на спинке. Но сегодня мы покажем вам простое, лежа на спинке. Никаких усилий, никаких напряжений сильных. Но помните, что первая очередная задача наша не динамика, а больше статики. Поэтому сейчас Арбиной покажем, как делается правильно вакуум. Значит, на первом движении ручки заводим за голову. И помните, подбородочек все время будет смотреть наверх. На выдохе зажимаем животик, как можно больше прижимая район кубка прямо к полу. И 10 секунд стараемся удержать. Выдох. И стараемся зажать животик. Чуть-чуть на кончик. Можно дать. Чуть-чуть на кончик. И держим. 10 секунд на удержание. Если тяжело 10 секунд, делайте 5 секунд удержания. Проходит время. Делаем глубокий вдох. Стараемся сильно не поднимать живот, он не расширялся. А именно стараемся ребрами дышать. Три глубоких вдоха и опять уходим на сжимание. Выдох. Стараемся зажать. И поясничку поджать, и удержание делаем. Зажимаем животик и держим. Зажим этот. Хорошо. 10 секунд. И обратно отдыхаем. Делаем три глубоких вдоха. И еще один подход у нас будет. Отдыхаем. Три глубоких. И обратно. Выдох. Подбородочек поднимаем наверх. Зажимаем прямые мышцы. В район пупочка стараемся прижать к полу. Считаем до 10. И обратно отпускаем. Хорошо. Молодец. Значит, если тяжело делать кому-то, поднимать руки, держать за головой, подниматься вперед, всегда можно использовать полотенечко. То есть все то же самое, только можем. Я покажу все внутренними. Значит, то же самое. На выдохе скручиваемся, приживаемся, держим ручками голову, поддерживаем. И те же 10 секунд на удержание спокойно отпускаемся. Делаем три глубокого вдоха ребрами и продолжаем. Делаем примерно в районе 10 повторений, конечно, было бы хорошо. Но желательно это упражнение делать в течение дня хотя бы 3-4-5 подходов в течение дня. Это было наше первое. Второе упражнение – это будут легкие подтягивания коленочек. Обратно же помним, что пупок будет прижат, поясничка прижата. Но стараемся делать в медленном режиме с удержанием коленочки возле животика. Вот сейчас начальное положение. Берем коленочки, подтягиваем их себе. Ручки на коленках расположены. Начинаем с любого, на некотором вам комфортное. Делаем глубокий вдох и пяточку опускаем вниз. Вдох, подтягиваем коленочку, выдох и зажимаем животик, прижимаем поясничку с пупком к полу. Держим 5-10 секунд. Обратно. Вдох, пяточку на пол. Выдох. И опять зажимаем, делаем статику. Все в статике, запомните это правильно. Опять вдох, выдох. Почему эта коленка все время прижата? Для того, чтобы вам было комфортно прижимать поясничку, чтобы она не прогибалась. Еще раз делаем вдох и выдох. Опять прижимая животик, зажимаем и держим 5-10 секунд. Вот, примерно постарайтесь сделать в районе 10-15 повторений. И то же самое сделаем с другой ножки. Давайте попробуем с другой ножки сейчас показать. Также прижимаем. Сейчас делаем вдох, опускаем ножку на вдохе. Выдох, прижимаем и держим. Держим статику. Опять вдох, пяточкой. И выдох. Ножка все время согнута, нельзя ее разгибать, иначе будут прогибаться потом поясничка. Только подготовленные уже это могут делать. Вдох. Мы начинаем все заново. Мы должны просто сделать укрепляющие упражнения. Вдох. И выдох с зажатием животика. Помним, 5-10 секунд на удержание. Молодцы. Хорошо. Сейчас мы покажем вам еще одно упражнение. Это обычный мостик. Самый простой мостик из всех. Значит, пяточки поближе к себе становятся немножко. Ножки чуть пошире, чтобы удобно было, комфортно. Значит, схема дыхания остается на напряжении. Уходим на выдох. То есть поднимаем туловище с выдохом. Животик не выпячем. А наоборот стараемся его вверху прижать. Позвоночник будет. Да? Давайте попробуем. На вдохе, на выдохе. Поднимаемся и зажимаем себя. И зажимаем. Значит, зажимается поясничка, зажимается средняя ягодичная. И сам животик, прямые мышцы. 5-10 секунд удерживаем, как обычно. И спокойненько опускаемся вниз. Хорошо. Опять выдох. Зажимаем. Если тяжело дышать, делайте по 5 секунд. Помним, что все зажимаем. Все зажимается. Опускаемся. Внизу всегда можно сделать 3 уголки вдоха и продолжить упражнение. Сейчас мы еще раз сделаем, покажем. Выдох. Выдох. Держим. Держим. Все. Животик зажатый. Спинка напряжений. И тихонечко опускаемся. Все то же самое можно делать и с мячиком. Чуть-чуть напряжение, конечно, увеличивается. Но это только нам на руку, если идет статическое упражнение. Сейчас Арбина положит мячик между ног, покажет. При подъеме те же движения, только с зажатием ножек. Выдох. Зажимаем чуть-чуть ножки. И напряжение передается глубоким мышцам живота. Хорошо. И вот в таком стиле. Опять же, делаем 10, кому-то, если идет 15 повторений. Отдыхаем. И 3-4 подхода. Каждого, который мы показали, это будет в идеале. Если сделаете в течение дня 2-3 раза, это вообще будет прекрасно. Хорошо. И еще раз. И не забываем, что диастаз, он ослабляет и мышцы спины. Не забываем, поэтому спинка нам тоже нужна для укрепления. Тогда и животик будет подтягиваться. И вообще формирование будет лучше идти быстрее. Хорошо. Молодец. Молодец. Вот мы сегодня вам показали некоторые упражнения. Пишите, интересуйтесь. Мы с Альбиной еще покажем вам что-то интересное, если захотите узнать. Или может, это вас интересует другое. Или как звезда Альбина. Ну, вряд ли. Хорошо. Всего хорошего. Пишите, не забывайте.